Друзья, всем привет! С вами Марина. Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня у меня будет очередное полезное видео для вас. Я вам покажу, как я чищу посуду с антипригарным покрытием. У меня есть сковорода, которой я пользуюсь практически каждый день. И именно на ней я вам покажу, как можно очистить внутри и также покажу, как можно очистить ее снаружи. Как видите, сковорода уже имеет достаточно много нагара. И сейчас я вам продемонстрирую, как можно от него без проблем легко избавиться. Способ щадящий, то есть антипригарное покрытие не пострадает. Поэтому надеюсь, что видео будет вам интересным и полезным. Для того, чтобы почистить сковороду внутри, нам понадобится обычный лимон. У меня загрязнений внутри немного, поэтому мне будет достаточно половинки лимона. Начинаем чистить сковороду лимоном, лимонным соком. Лимонный сок полностью убирает нагар со сковороды. Если у вас нагара на сковороде много, то, конечно, времени на то, чтобы справиться с нагаром, потребуется больше. Теперь будем убирать нагар с внешней стороны сковороды. Для этого нам понадобится соль обычная пищевая. И понадобится столовый уксус 9%. Конечно же, нам понадобятся перчатки и понадобится губка. Мы берем и распределяем соль по поверхности сковороды. Затем поверх соли мы распределяем столовый уксус. И начинаем чистить весь наш нагар. Соль по поверхности сковороды. Сейчас соль и уксус немного размягчат этот нагар, и он будет более легко удаляться со сковороды. Друзья, вот такое вот количество нагара у меня получилось убрать сразу же после нанесения соли и уксуса. Как видите, нагар до конца не очистился, то есть теперь мы берем, опять посыпаем нашу сковороду солью. И также распределяем уксус по поверхности сковороды. Теперь этот раствор мы оставим на 30 минут, для того, чтобы нагар от соли и уксуса стал мягким, и мы сможем уже окончательно очистить нашу сковороду. Друзья, с помощью замачивания в соли и уксусе я смогла отмыть сковородку вот до такого состояния, то есть нагара стало значительно меньше, его практически нет вот на этой поверхности, нагар остался вот на этом ободке. То есть сейчас я еще раз проведу эту процедуру, то есть посыплю солью, залью уксусом, оставлю минут на 10-15, и затем, когда соль и уксус сделают нагар более мягким, я с помощью более жесткой губки уберу окончательно весь этот некрасивый нагар со сковороды. И потом уже покажу вам конечный результат. Друзья, вот такого вот результата я достигла, я очень довольна, мне кажется способ эффективный, действительно отмывает внешнюю сторону сковороды. Идеален, конечно, этот способ для новых сковородок, вот если вы купили новую сковородку и хотите за ней правильно ухаживать, хотите, чтобы она всегда выглядела чистой и блестящей, то по мере необходимости, когда вы с внешней стороны уже видите образование нагара, особенно это заметно вот в этой части ручки, то сразу же рекомендую нанести соль, уксус, немного подержать, нагар, если он не сильно плотный, не сильно старый, то он мгновенно размокает, и вы тут же обычной губкой сможете его удалить. Если же нагара много, как в моем случае, то необходимо будет проделать эту процедуру несколько раз, но результат в любом случае будет. Я вам его сегодня продемонстрировала. Надеюсь, что мое видео было для вас интересным, самое главное, чтобы оно, конечно же, было для вас полезным. Напишите, как вам понравился, не понравился способ, который я вам сегодня предложила. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok